Она их дает, она их прикрывает. Это создает у них более возможности, больше потенциала. Ну и кроме того, в целом Беларусь меньше беспокоит, как и Венесуэла, например, американцы. Ну Венесуэла сейчас тоже говорит, что у них хотят устроить переворот, как Майдан в Киеве. Так у них уже идет. Все это идет. Нет, американцы, вот смотрите, американцы научились современным войнам. Может быть первые в человеческой цивилизации они научились современным войнам. Что такое современные войны в условиях наличия ядерного оружия, который нельзя применять? Понимаете, что нельзя. На самом деле это те же войны, которые были 500-600 лет назад, ну и раньше. То есть формы мировых войн с массой техники, с миллионами солдат, которые идут в атаку, это формы на самом деле последних 100 лет до появления ядерного оружия. А до этого формы были вот именно такие. То есть это были нерегулярные части, это были государственные перевороты, это были пятые колонны. Они были всегда. Это последние 50 лет до ядерной эпохи появились формы мировых войн. Но американцы проскочили этот этап и сейчас опять ведут войны как бы предыдущего характера. Не мировая война, хотя ее так можно назвать. Без использования стратегического ядерного или вообще оборонного потенциала за счет стандартного использования пятых колонн, систем вторжения, военных переворотов. Ну, человечество это все проходило и очень хорошо знает. Просто последний период не очень характерен для этого. Поэтому они научились. Это называется у них технологией оранжевых революций. Технология очень простая. И очень адекватная для английского миропостроения. То есть они просто умные здесь, умницы. Создали мощный конкурентный механизм. В условиях ядерного оружия, когда его нельзя использовать, конкурентный механизм, который решает проблемы. В чем он заключается? Они вначале перехватывают всю систему управления соответствующей нацией или государством. За счет мощной пятой колонны. То есть они вначале на Украине создали мощную пятую колонну. Причем это даже видно по депутатам Верховной Рады. Когда 40% депутатов Верховной Рады открытая пятая колонна. И так, ну на выборах они говорили, что националисты. А потом как только выяснилось, что они националисты, но при этом считают, официально подписывают документ, что они считают украинцев недоразвитой нацией, то понятно, что это не националисты. Это была изначально театральная фигура. Вообще вся партийная система, Деголь же не случайно говорил, партийная система это система колониального управления. Деголь говорил, который это понимал во Франции. После войны он пытался освободить Францию от американского управления, оккупации. И он это осознавал. Он был системой национально-осводительного движения для французов, не победившей, но достигшей определенных результатов, соответственно, послевоенного устройства. Поэтому, еще раз, нот везде проходил, по многим странам. Это не внутренне российское изобретение. И он говорил уже так о партийной системе. То есть американцы пользуются вот этой липовой партийной системой. Что такое липовая партийная система? Это театр. То есть вкладываются деньги в избирательную систему, вкладываются деньги в средства массовой информации, создается мощная пятая колонна, и создаются липовые персонажи, вот как в театре. Театральные персонажи. И вот один театральный персонаж воюет на экранах с другим театральным персонажем. И избиратели говорят, этот громче кричит, красивее выглядит, и вообще симпатичный парень, или девушка. И я за него голосую. Никакого отношения к реальной жизни это не имеет. То есть это липа самой по себе. У нас такая же. У нас такая же липа, и так же выбраны и Государственная Дума, и все остальные. Но на Украине просто это видно, как работает. То есть они заложили пятую колонну, потом эти театральные фигуры вдруг сбросили халаты, или тюрбаны, или что там они, какую роль они играли. И выяснилось, что это обычная пятая колонна. То есть пол Бранденбург. Вот немецкий полк Бранденбург, помните? Задача полка Бранденбург была подготовить территорию перед вторжением. Война не объявлена. Полк уже заброшен, и готовит территорию к вторжению. Пятая колонна то же самое. Она заброшена заранее, и готовит территорию к вторжению. Они сбросили эти свои тюрбаны, в которых они играли, театральные спектакли. И выяснилось, что это чистая пятая колонна. То же самое во власти. Мягче, но то же самое. Янукович такая же пятая колонна. Партия регионов такая же пятая колонна, кроме, может, трех-четырех депутатов. Случайных, естественно. А как? Потому что их отбирали, и случайно трех-четырех пропустили. Которые более-менее оказались патриотическими. Бывает, да. Ну, в любой системе есть огрехи. И в американской тоже. Но самое главное, вот этот маховик оранжевых революций, у них уже просто отработан, просто до зубов отскакивает. 20 революций провели за 10-15 лет. Им армия-то не нужна теперь. Не даром они ее сокращают. Настолько раскачали механизм, что они могут проводить одновременно оранжевые революции в трех-четырех-пяти странах. Вот помните, раньше у них была задача вести боевые действия в двух странах, в двух точках мира. Это была военная задача США 10 лет назад. Сейчас им это не надо. А раньше в революции они могут вести одновременно в трех-четырех-пяти странах. И мы сейчас наблюдаем в Венесуэле, на Украине. И в Россию они готовы. У них тоже самое подготовленная система вторжения в Россию. Полностью отмобилизованная. Там может быть сама боевая часть, вот боевики с оружием, в этой системе составляет может 5-10%. Вот эта часть мигрирующая. Вот не случайно мы на Майдане видели, вот Маши вы ездили. Вы думаете, почему они маски носили? Вначале они объясняли, что боятся, что их вот этот беркут, который они просто расстреливают и обливают бензином, что он их узнает и что-то потом произойдет. Что их произойдет? Судья их накажет, которого они тут же убивают, если он их неправильно проговоровывает. Ясно, что это все липа. Они закрывали не славянские лица. То есть это чистая пятая колонна. И, кстати, мы тоже имеем информацию из рядов львовских спортсменов, которые составляют костяк правого сектора. Но они такие люди молчаливые, но они можете по своим каналам на них выйти и разговорить. Они говорят, да, рядом с нами были, ну просто в быту это не скроешь, что ты иностранец. Понимаете, это вот по телевизору не видно, маску закрыл и все. А в быту не скроешь, они говорят, да, с нами были иностранцы, не говорили по-украински, по-русски. Вообще там говорили на своем... Мало того, есть ролики, когда их подслушивали, и они между собой общались на арабском. Вот есть такие ролики в интернете, найдите, поестьте. Понятно, что эти ролики тоже тут же подавляются, потому что вы не забавите. Ютуб и интернет это та самая организация, в которой работал Сноуден. Агентство национальной безопасности. Там она что-то чистит только так. Прям видно, как появляется ролик, и через полчаса он исчезает, потому что система работает. Но там финансирование этой организации, Агентство национальной безопасности, больше, чем ЦРУ. А раньше ЦРУ делала революцию, лет 30-40 назад. А сейчас это не нужно, сейчас другая форма работы. Просто они оказались... Профессионалы хорошо продвинулись, создали мощную армию вторжения в технологии пятой колонны. Но еще раз говорю, оранжевая революция, это пятая колонна, которая готовит территорию в СМИ и власти. В СМИ очень важный фактор, ключевой. И, собственно, боевые части. Боевые части немного стоят, финансирование боевых частей на Майдане, это несколько миллионов долларов в день всего. Они стоят недорого. Но они тоже важная часть, потому что под флагом кому-то пятая колонна должна сдаться. Вот как Горбачев, кому-то же он должен сдаться. Это кто-то должен под камерой появиться, появиться как грозная сила в масках, со щитами, с криками, со стрельбой. И тогда пятая колонна радостно сдается. Если кто-то там что-то не понимает, значит, сзади стоит человек с дубиной, как сейчас в Верховной Раде. Неправильно проголосовал, дубиной по голове. Тоже просто. Простой метод же, правильно? Неправильно, дубиной по голове. Очень работает. Теперь посмотрите, как работает пятая колонна, например, на Украине с точки государственных институтов. Смотрите, сидит штаб американский, вторжение. Они же все прекрасно понимают. Как, что, где. 20-я революция. Уже тут кто-то еще реп учешет. Они узнают, о чем он подумает. Сейчас, через неделю, через месяц. Заранее они перехватили пограничную службу. Прямо видно было, как они... Во-первых, пограничная служба начала вдруг пропускать военные самолеты Польши и Германии на территорию Украины с боевиками. Обычно пограничные службы так не делают. Еще Янукович сидел у себя в резиденции. Для этого пограничная служба нужна, чтобы никого не пропускать. Они наоборот пропускают. Во-вторых, они пропускают всех этих, честно говоря, тысячи боевиков, арабов на Украину. Естественно, это без сговора с пограничной службой было невозможно. Помните, проскакивала информация? Там открылся пограничный переход, здесь открылся пограничный переход. Помните? И тут же эта информация исчезала. Потому что полный контроль информации и информация, которая может противоречить задачам оранжевой революции, интервенции, она тут же исчезает. То есть они вначале захватили пограничную службу, посадили там своих людей. Обратите внимание, пограничные службы все довольны на Украине. Меняют МВД, службу внешней разведки. А пограничники классные ребята. Они еще более оранжевые, чем вся эта толпа с автоматами на Майдане. То есть это заранее были. То есть американцы заранее подкупили или перехватили управление генералов пограничной службы. Завели боевиков, перехватили средства массовой информации, перехватили пятую колонну, а потом просто устроили спектакль с Майданом. Все. Произошел спектакль, произошел перехват управления, который исторически всегда назывался интервенцией. И который так, как интервенция, выглядела во все времена, ну, до Первой и Второй мировой войны. Это типичная вещь. Они хорошо выучили учебники истории столетней давности. Молодцы. Я могу сказать, что прекрасно работает американский генеральный штаб, поддерживает колониальный американский мир. Продолжение следует... Продолжение следует...